Усадьба Ивановского фабриканта Зубкова на улице Рафаковская может обрести свой первоначальный вид. В Иваново из Москвы прибыла архитектурно-реставрационная бригада, которая займется разработкой проектной документации для восстановления памятника культуры. С архитектурной точки зрения здание представляет значительный интерес. Построено оно было во второй половине 19 века. К сожалению, мы не знаем, кто был автором этого здания. Ряд ивановских краеведов покойных говорят, что по стилистике это возможно мог быть даже Константин Анатольевич. Андрей Вичтон, академик архитектуры, он построил в Москве храм Христа Спасителя в честь победы русского народа в войне над Наполеоном. Но, к сожалению, документальных каких-то источников у нас нет. После революции здесь располагались штаб Ярославского военного округа и приемная Михаила Фрунзе, мединститут. Теперь же здесь находится Роспотребнадзор. Внутри элементы декора хорошо сохранились. Не пострадали камины и двери. Однако реставраторам придется сильно потрудиться над восстановлением полов. К сожалению, почти не осталось ничего от полов. Здесь были наборные художественные паркеты. Паркет сохранился только в одной комнате второго этажа. Полы первого этажа тоже полностью утрачены. Сохранилось только каменные ступени и площадка промежуточного этажа большой лестницы. Наибольшую тревогу специалистов вызывает состояние фасада. Он находится в удручающем состоянии. Несмотря на то, что мы видим на фасадах аварийное состояние его декора, тем не менее, вот эти остатки, которые сохранились на фасадах в виде вот этих многочисленных фризов, деталей, наличников, они позволяют достаточно достоверно и без особых проблем восстановить эти фасады. То есть с этих всех деталей могут быть сняты слетки. Первоначальная задача специалистов – зафиксировать данные состояния памятника. Для этого проводятся обмеры подвала, трехэтажей зданий, а также всех элементов декора. Отсутствие строительных лесов сильно затрудняет работу. Там, где сделать замеры вручную невозможно, используются специальные приборы. На улице применяли фототеодолитную съемку, то есть это получение трехмерного изображения и обработка ее на специальных стереоприборах. Здесь же из-за короткого расстояния выполнения той техникой, выполнение этой работы просто невозможно или сильно затруднительно. Чтобы зафиксировать параметры одного только потолка, в отдельно взятой комнате уходит не менее трех часов. Для ускорения работ архитекторы фотографируют декоративные элементы. Каждому из членов бригады только за три дня сделано по 150 снимков. Они станут основой эскизов для реставрации. До конца сентября специалистам предстоит выполнить титаническую работу. Архитектурные обмеры усадьбы фабриканта Зубкова – это лишь вершина айсберга. По итогам технического обследования Московский проектный институт должен подготовить обширную проектную документацию, которая лежит в основу работ по реконструкции. Предполагается, что преобразится не только дом, но и прилегающая к нему территория. Архитекторы разработают проект реставрации ограды и въездных ворот. Готовая документация станет основанием для включения памятника в федеральную программу и для получения денег на ремонт. При самом оптимистичном прогнозе ремонтные работы могут начаться уже в следующем году. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иванова